Рязанский драматический театр За границей помогла Стандарт Пласт и Нейрософт Среди лучших экспортеров года Сложная логистика, санкции и запреты Ничего не изменили Ищите и найдете При определенном старании Ивановский учитель обеспечит себе неплохой доход Больше всего нужны педагоги По иностранным языкам и программированию Профессионалы против любителей Всех рассудили пенальти На кубковый матч в Иванове Пришли 5000 зрителей Лошадью пошла Юная ивановская шахматистка взяла бронзу На детском кубке в Чебоксарах Утвержден отчет Об исполнении областного бюджета За первое полугодие Доходы исполнены в объеме 35 миллиардов 100 миллионов рублей Причем наши собственные доходы Это почти 19 миллиардов рублей А безвозмездные поступления С федерального бюджета Чуть превысили 16 миллиардов Только за первые 6 месяцев Область заработала 78% От годового плана Значит в декабре мы получим Впечатляющие цифры По собственным доходам Потратить же мы за этот период 31 миллиард 700 миллионов рублей Или 44% От плана на этот год Две компании из Ивановской области Отмечены на ежегодной премии Экспортер года Среди организаций малого и среднего бизнеса И крупных предприятий Центрального федерального округа Обе оказались в номинации Экспортер года В сфере промышленности Третье место среди представителей крупного бизнеса Занял нейрософт Который экспортирует медицинское оборудование Для нейрофизиологии Функциональной диагностики Аудиологии И реабилитации В 102 страны мира Вторым среди компаний Малого и среднего бизнеса Стал стандарт пласт импекс Который поставляет шумоизоляционные материалы Более чем 40 стран мира Премия экспортер года Учреждена правительством Российской Федерации Входит в перечень мер национального проекта Международной кооперации и экспорт Субтитры создавал DimaTorzok Рекомендует по каждому инвалиду составить паспорт маршрута Который сегодня показывал Александра Анатольевич До избирательного участка и обратно Конечно, она говорит о том Чтобы была возможность Подусмотреть доставку людей С ограниченными возможностями развития До избирательного участка Либо с помощью специализированного транспорта Либо с помощью социального такси Контакт инвалиды есть Плантер связывается И сопровождает его до помещения До голосования и обратно Были случаи, когда вот этот же собственный инвалид Не хотел на предыдущих выборах Допустим, принять участие в голосовании В помещении для голосования Но они к нему пришли То есть, по крайней мере, они уже знают о том Что он желает участвовать в голосовании Если Ивановский учитель ищет работу И пользуется для труда устройства рекрутингами и платформами То он может в этом году рассчитывать на предложение С зарплатой почти 49 тысяч рублей В среднем по стране педагогам предлагают 45 тысяч рублей в месяц Но надо иметь в виду, что такие привлекательные вакансии Отнюдь не в классических средних ивановских школах На такой доход людей ищут различные онлайн-школы И центры дополнительного образования Этим структурам прежде всего нужны Учителя иностранных языков и программирования А также специалисты по подготовке к единому государственному экзамену Наиболее высокие зарплаты учителям, понятно, предлагают в Москве и в Сургуте И, как ни странно, в Калуге Жители села Родионцево и деревни Беркино и Ивановского района Добиваются запуска нового школьного маршрута В Родионцеве всего одна ученица-первоклассница Беркино – пять Дети вынуждены добираться до школы пешком по проезжей части Хотя по закону их должен забирать автобус Ивановский район динамично развивающийся У нас практически ежегодно Прирастает население Как правило, молодыми семьями Люди застраиваются, поскольку недалеко от города Иваново Кто-то был сначала использовал как дачный дом Потом переехал как постоянный Деревень много Многие когда-то были заброшены Сейчас они все возрождаются Соответственно, и прибывает население И мы ежегодно открываем новые школьные маршруты У нас только по этому году мы открыли три новых маршрута А что такое открытие маршрута? Это необходимо отремонтировать дорожную сеть Так что я приняло ГИБДД Потому что там особые требования По ширине проезжей части Чтобы могли проехаться Разъехаться два автобуса Чтобы автобус не съехал в Кювет Кроме того, разворотное кольцо Должно быть обязательно большое Остановочный павильон И освещение этого остановочного павильона Кроме того, ряд дорог у нас примыкает С областными дорогами И мы в ежегодном режиме Ремонтируем эти дороги Устраиваем новые разворотные кольца Которых раньше не было А для этого нужно найти земельный участок Деревни Рынст-Вилонцево до недавнего времени не было Семей с детьми Неожиданно она появилась И мы сейчас готовим маршрут школьного автобуса Для этого мы закупаем павильон остановочный Мы делаем разворотное кольцо Мы делаем освещение И часть дороги, которая примыкает к областной Вопрос, когда мы это сделаем Будет приемка ГИБДД Если ГИБДД разрешает ехать по этой дороге То маршрут будет открыт Поскольку там еще областная По Беркино то же самое Мы сейчас готовим проект В рамках которого будем Либо гридировать, либо отсыпать И делать разворотное кольцо То же самое в деревне Инкудино Только что сделали мы новую дорогу Хорошую, по которой может проехать автобус Качественно выполненная Делаем разворотное кольцо Ставим остановочный павильон И так практически ежегодно У нас торги, я не могу сказать по срокам торги Но мы хотели бы в сентябре эти работы выполнить По Беркино надо И опять же это будет приемка комиссии Совместно с ГИБДД Если будут замечания по дороге Значит нам придется устранять замечания Может быть совместно с департаментом дорожного хозяйства Потому что часть дорог их История повторяется Вновь начальная стадия Кубка России по футболу И вновь соперник Ивановского текстильщика Клуб из медиалиги Профессионалы против любителей Такая вывеска заставила в Иванове Прийти на стадион почти 5000 болельщиков 90 минут матча Текстильщик Амкал Два удара в штангу у обеих команд Удаление у гостей Множество опасных моментов Ноль забитых мячей Серия пенальти Два великолепных сейва нашего вратаря И текстильщик идет дальше К самому зрелищу вопросов нет А вот качества игры нашей команды предостаточно Между тем эта победа все-таки важна Прежде всего для настроения футболистов Через несколько дней Вновь сложнейшие матчи во второй лиге И в них такая таблетка удачи Лишней точно не будет На матчи Нашей серебряной зоны Приходит достаточное количество болельщиков Я думаю, что они с огромным удовольствием Молодежь сегодня пришла У них, наверное, есть свои медиалиги Лиги там кумиры какие-то Поэтому атмосфера была шикарная Наши болельщики неистово нас поддерживали Гнали вперед Друзья, это огромное спасибо Футбол Многогранен Болельщики, конечно же, любят яркие матчи Сегодня был один, наверное, из таких Хотя голов было немного Но борьбы, комбинации Моменты были как у одной команды, так и у другой Поэтому мне вообще нравится играть при полных трибунах Когда я был футболистом И когда сейчас наши болельщики приходят и поддерживают нас Ребята все в нашей восторге просто За первые 7 месяцев этого года В Олановской области сельскохозяйственными организациями Произведено скота и птицы на убой 27 тысяч тонн Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года По объему производства в этих секторах Наш регион находится на 16 месте Среди 18 регионов Центрального федерального округа Меньше производит столица и Костромская область Производство молока составило 79 тысяч тонн Здесь тоже рост больше, чем на 7% А вот производство куриных яиц остается на привычном уровне К началу августа этот показатель составил 241 миллион штук Установили мусорные контейнеры на пересечении улиц 5-я, завокзальная и низовая Во всех документах нет этого адреса для установки контейнеров Мы обращались в Олановскую администрацию Вежливо ничего не ответили, указав, что на установку мусорных контейнеров Не требуется согласование с жителями А это противоречит словам нашего губернатора Вот я проживаю на проспекте строителей Пенсионер, 77 лет И вы знаете, вот все время плачу За квартиру никогда не должна была У меня нет домофона, самого аппарата И вдруг мне стали присылать, значит, квитанции Позвонила, приходила к ним, писала заявление, что у меня никогда не было домофона Но они все равно продолжают Меня пугают тем, что вот мы вас подадим в суд Куда мне обращаться? Ульт 5-я завокзальная, дом 4 У нас такая проблема возникла У нас поставили контейнерную площадку на выезде с улицы Со всеми нарушениями, какие только возможны И с нарушением САНПИН, и с нарушением пожарной безопасности Писали в управление по благоустройству Но нам так ничего и не ответили Мы писали непосредственно Михайлову Все у нас как бы стоит и ничего не продвигается На улице Московской, дом 56 После ремонта дороги и прилегающих территорий После дождя вся вода уходит под подстройки Под фундамент По тротуару пройти невозможно Вот результат работы дорожников в центре города Куда смотрит городская администрация? Кто вообще за этот ремонт отвечает? Почему люди должны страдать? Также напрочь заливает потоком дождевой воды дом номер 54 Основание которого не выдержит таких потоков и дом может рухнуть просто от подмывания Лучше бы ничего не делали Улица Шовшина, дом 13 В дворе дома напротив почтового отделения стоит опасное большое дерево Наверное попала молния Но никому нет до этого дела Дом управления отказывается Говорят, что они деревьями не занимаются Комитет по экологии тоже отказывается Говорят, что эта территория к ним не относится Четыре дня на второй неделе сентября Ивановская сцена будет отдана Рязанскому театру драмы Гости покажут пять спектаклей по пьесам Жекспира, Островского, Калиды и Илюхова, Лагоды Гастроли пройдут с 7 по 10 сентября И наш зритель получит шанс следить за жизненными перипетиями 17 века Будет сопереживать современным историям А также увидеть старую добрую сказку А вот наш музыкальный театр также выступит в Рязани уже с ответным визитом Ивановская труппа привезет пять спектаклей Премьера большинства работ состоялась в прошлом театральном сезоне Кто-то засыпал камнями, кто-то каким-то мусором эти все выбоины Но вот теперь появилась дорога Года два тому назад ее делали грядирование А теперь вот видите асфальт будет И ходить будет приятно, и жить будет приятно и детям, и мамочкам Дорога была в отвратительном состоянии, ненормативном Жители обращались часто Здесь социальный объект, детский сад номер 19 Было очень сложно, особенно зимой И я надеюсь, что сейчас, так как дорога будет в нормативном состоянии Соответственно, мы можем уже ее грамотно чистить правильной техникой И проводить вовремя уборку Сейчас тоже сходили, посмотрели, где заезд к жилым домам малоэтажным Там мы сделаем тоже в твердом покрытии, но уже не в рамках этого контракта То есть дополнительные средства предусмотрим И из инертного материала асфальтовой крошки сделаем пешеходные дорожки И основную улицу тоже доделаем Юная шахматистка Алиса Градусова, ученица Ивановской гимназии номер 30 Стала бронзовым призером шахматного этапа детского кубка России Турнир прошел в Чебоксарах на Ледовой арене Победители получили кубки из настоящего шоколада И побороться за такие замечательные призы В столице Чувашии приехали 400 юных спортсменов из всех регионов России Воспитанница Ивановского шахматного объединения Дебют Дворца детского и юношеского творчества Выступала в группе девочек до 9 лет Конкуренцию Алисе в этой категории составили 3 десятка юных участниц Алиса набрала 6,5 очков в 9 сыгранных партиях И этого оказалось достаточно, чтобы подняться на пьедестал почета В распространении наркотиков подозревается задержанный полицейскими гражданин Его деятельность изучают в рамках возбужденного уголовного дела о наркоторговле По какому поводу обыск у вас по месту жительства проходит, не расскажете? Я же говорю, вот там, в рамках швести, потом, там, дарят Хорошо, не по этому поводу Сколько вам лет? 37 В Иванове давно находитесь? Нет, не давно На протяжении какого времени? Месяца 34 Сотрудниками отделения по контролю за воротом наркотиков МОМВД России Тейковский Проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий Направлен на пресечение преступной деятельности Уроженца города Москва, 1985 года рождения Который на территории города Тейково оборудовал тайники-закладки с наркотическими средствами При попытке сбыта очередной партии наркотических средств мужчина был задержан С обвинениями в свой адрес мужчина категорически не согласен Полицейским говорит, что распространял не наркотики, а препараты для улучшения спортивных результатов Наркотические средства распространяли для того, чтобы на лекарство себе заработать? Какие наркотические средства? Мне сказали, что это просто спортивные стимуляторы, которые не разрешены в аптеках Оперативникам задержанный сообщил о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем Работой, за которой застали его полицейские, он пытался добыть себе средства на лечение Вы хроническими заболеваниями какими-то болеете, как я понимаю, правильно? Да А какими именно? Ну, проблемы с телезерком, с печенью, поджелудочный, желудок, вен, пищеводок Очень обширный список, а почему так вышло? У вас травма какая-то была или врожденное что-то? В процессе жизни Полицейские эксперты изучили изъятое у задержанного вещество К спортивным стимуляторам, анаболикам, оно не имеет никакого отношения Это чистейший синтетический наркотик мифедрон В ходе личного досмотра сотрудниками полиции у него были обнаружены изъято 21 сверток с наркотическим средством N-метилуфедрон Масса изъятого наркотика составила около 29 грамм В дальнейшем, в ходе проведения обыска на съемной квартире в городе Иваново У задержанного были изъяты весы, упаковка, необходимые для фасовки и сбыта наркотических средств А также аналогичное наркотическое средство, подготовленное им для последующего сбыта через тайники-закладки Версия с распространения спортивных добавок не бьется не только с заключением эксперта Но и со способом, каким реализовывался товар Мужчина по заданию теневого куратора создавал тайники-закладки А из этих закладок заказчики извлекали приобретенный ими наркотик Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела по статье 228 Прим Сотрудниками полиции из тайников-закладок изъяты более 30 свертков Которые были помещены задержанным в разных районах города Тейково В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения В виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 города Иваново СИЗО-1 города Тейково Ночью в квартире женщины он нанес ей и ее 85-летней матери на живые ранения в область шеи От которых потерпевшие скончались После этого мужчина похитил из их квартиры различные имущества Затем скрылся с места преступления, покинул территорию города и уехал в Ярослав По данным Федерального штаба ОРБЕ с новой коронавирусной инфекцией, за неделю с 14 по 20 августа в Ивановской области коронавирусная инфекция обнаружена у 18 человек, на 4 случая больше, чем недели ранее. В госпитализированы 5 человек, выписаны 39 пациентов. Смертельных случаев, к счастью, не зафиксировано. Всего за все время пандемии в нашем регионе умерли 3293 человека. В стране за прошедшую неделю заразились коронавирусом 3378 человек. Умерли за 7 дней в России 34 пациента. Город Иванова, улица Громобоя, дом 15, обратилась к адвокату. Денежные средства адвокатам были получены у инвалидов второй группы, но помощь никакая не была оказана. Прошло несколько дней, адвокат то трубку не берет, то грубит, то говорит, что никакие денежные средства он возвращать не будет. Три дня назад меня выписали из больницы. Там мне сказали, что надо делать операцию в Москве, и я не могу получить квоту. В департаменте здравоохранения отправили обратно в поликлинику в Куликовском сельском поселении. Поликлиника же отправляют в больницу, где я лежал, а оттуда обратно в департамент. Идет капитальный ремонт дороги на улице Первая Отрадная. Дорогу за узелем. Везде выставили бордюры, въезды перекрыты, машины не могут проехать. Те, кто там в автосервисах работают, простаивают. До благоустройства по телефону 59 46 70 два дня не могу дозвониться. Перекресток 10 августа и улица Марии Рябининой со стороны улицы Бубнова. Там поставили стрелку. Но это же невозможно. Стрелка горит всего 10 секунд. И такое скопление машин получается, что мне пришлось развернуться и объехать. Улица Нормандии Неман. Магазин Хлебница. Второй год не могут сделать поручень. Пенсионеры с палочкой ходят. Хорошо березка рядом растет. Держимся за нее и поднимаемся в магазин. Мне 92 года. У нас нет освещения во дворе. На улице Революционный, дом 8. Иду и спотыкаюсь. Наш дом вообще брошенный. Ни скамеечек, ничего. И с лифтами проблемы. Редактор субтитров А.Семкин